А перед началом этого видео я хочу разыграть для вас колоду Bicycle Standard. Два простых условия. Нужно поставить лайк этому видео и оставить любой комментарий. Вы уже участвуете. Также досматриваем это видео до конца. Там будут итоги предыдущего розыгрыша. Ну а мы переходим к демонстрации фокуса. Все разные, да? Блин, все так покажу, чтобы наверняка было, да? Все, да? Попробую сделать следующее. Возьму эту колоду как и буквально вот за одну секунду поменяю ее на другую колоду как. Как это так сделать? Как получилось? Чуть-чуть по-другому сделать. Сюда можно одну любую. Какая нравится. Смотрите. Да, заполняется. И вот сюда. Если я вот так вот разверну, то мы вернемся во время, ровно на минуту назад, когда эта карта была еще красной. Красной, да? И это, как бы, ваши карты вытекли. Ну, попробуем еще раз. Может чисто повезло, да? Скажите стоп. Стоп. Здесь. Запомните. И тоже уберем ее акцентом. И попробуем тоже сделать ее. А, точно. Вот здесь есть одна красная карта. И она та. Привет всем любителям фокусов. С вами, как всегда, Неро Янг. Сегодня у нас будет классический фокус с картами под названием Хамелеон. Это очень простой фокус. Многие из вас, я думаю, его знают. Но при этом я расскажу вам дополнительные фишки, идеи для показа, психологические моменты при показе зрителю. В общем, видео точно будет полезным для всех. Конечно же, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравится. Но если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые фокусы. Также спонсор этого видео это магазин игральных карт 54karts.ru. Там есть игральные карты, карты для фокусов, реквизит для фокусов и многое другое. Сейчас они как раз таки завозят реквизиты. Я хочу обратить ваше внимание на фокус Меч сквозь кольцо. Это тот фокус, который удивит зрителя абсолютно любого возраста. Ссылка на покупку этого реквизита будет в описании. Но от меня вы получаете промокод на скидку 5% на любую вашу покупку в этом магазине. Ну а мы переходим к обучению на сегодняшний фокус. Итак, для этого фокуса вам понадобится самая обычная колода карта. Также взять другую колоду. Из нее просто взять коробочку и одну любую карту. При этом я советую брать карту достаточно большую, то есть старшую карту, где много всего нарисовано. Потому что чисто психологически это сделает фокус немножечко эффектнее. Когда на карте очень много всего, она лучше запоминается для зрителя. И соответственно, просто вот когда вы резко разворачиваете, и он ее видит, он прям сразу бац, до него доходит, что произошло. И соответственно, точно такую же карту вам нужно взять из основной колоды. И как бы подготовка у нас следующая. Мы кладем эту карту сверху. Вот у нас есть красная колода карт. Сверху нее у нас король буби. Далее идет король буби, но уже из другой колоды. И все это дело мы убираем в коробочку. Вот так. То есть, в принципе, это вся подготовка на фокус. Вот у нас подготовленная колода. Я рекомендую этот фокус показывать самым первым. Потому что вот этот момент с коробочкой, он сделает для вас очень и очень много. Потому что, когда вы просто достанете эту колоду карт, начнете ее доставать вот так вот из коробочки. Вам не нужно, кстати, говорить то, что я возьму черную колоду карт или что-то такое. Нет. Вам достаточно просто достать черную коробочку, достать из нее вот так вот черную колоду карт, чтобы у зрителя четко отложилось то, что вы используете вот такую вот черную колоду. В принципе, и все. Здесь очень важный момент, нужно аккуратненько вытаскивать карты Зацепите сначала за нижнюю часть карт, чтобы они именно все захватились И после этого здесь тоже прижмите, чтобы не спалить вот так вот красные карты Либо же вот так То есть вам нужно именно все карты вытащить, чтобы все было четко и ровно Коробочка нам здесь больше не нужна И мы начинаем показ фокуса Смотрите, у нас вот такая вот подготовочка здесь, да? Два красных короля И мы делаем следующее Для начала мы якобы для зрителя объясняем то, что колода обычная, все карты разные И выглядит это вот таким вот способом То есть, смотри, у меня обычная колода карта, все карты абсолютно разные Там девятка, семерка, шестерка, все разные И вот так вот мы пролистываем несколько раз И при этом вы видите, что я периодически показываю рубашку Но я показываю рубашку одной и той же карты Потому что она у нас находится снизу, вот так А слистываю я сверху И, соответственно, мы показываем вот так Но при этом не надо обращать на нее внимание Вы обращаете внимание на вот эти карты То, что они все разные И чтобы случайно не спалить вот так вот красную карту Периодически похлопываете, когда пытаетесь показать вот так И когда у вас остается мало карт Вы еще немножко их показываете Просто слистывая большим пальцем Вот так, по одной карте И показываете вот так Соответственно, вы несколько раз для зрителей еще раз показали Эту рубашку и это тоже отложилось у него в голове Он думает, что это обычная колода Все карты разные И у них вот такая вот черная рубашка Еще раз быстренько объясню по хватам Мы держим тремя пальцами Вот здесь большой, средний, указательный Придерживает Точно таким же хватом мы и забираем карты Соответственно, мы листаем вот так Пролистали несколько раз Показали рубашку Пролистали еще раз Показали рубашку После этого я начинаю листать по одной Говорю, смотри, 8, 8, 6, 4, 3, 7 Все разных мастей, разных значений Все карты разные Показал еще раз И буквально пару раз Показал И после этого вот эту часть нам нужно положить обратно под низ Все это дело подровнять и развернуть И опять же зритель увидит черную рубашку То есть он ее видел огромное количество раз Когда мы доставали колоду Когда мы перемешивали карты И показывали то, что они все разные И в момент, когда мы уже все это сделали То есть у него это четко откладывается в голове И после этого все, что вам нужно сделать Это сменку Herdnays Change И показать то, что Теперь все карты Стали красные Подать это можно по-разному Я подаю это как незаметную подмену колоды И это действительно бьет прям по мозгам зрителя Смотрите Давайте объясню, как делать сменку сначала Если одним пальцем, то это будет выглядеть примерно Вот так Сверх сложного здесь ничего нет Но при этом, смотрите Я делаю это полной рукой Чтобы было прикрытие Сначала вот этими подушечками я выдвигаю Первую карту А вот этой вот частью руки Я вытягиваю ту карту, которая под ней То есть вот таким вот образом Вытянул И вывел вот в такое положение И после того, как оно пересекает вот эту линию И выходит наверх Все, что мне нужно сделать Это указательным пальцем надавить сюда Выровнять И я вот так вот убираю руку Советую убирать именно вот так А не просто вот таким вот образом Потому что так будет более визуально Если мы уберем Вот так И небольшой совет Следите вот за этим местом Где мизинец и безымянный палец Потому что иногда там можно спалить Вот эту карту Это очень важно То есть смотрите Мы поменяли Вот так вот Карту Для зрителя пока что поменялась одна карта Он не понимает то, что вся колода сейчас будет красной И здесь очень важно текстовое сопровождение Вы можете подавать как угодно Но я говорю примерно так Смотри, а что если я возьму эту черную колоду карт И это единственный момент, когда я говорю о цвете колоды То есть я выдвинул эту черную карту И делаю на нее акцент А что если я возьму эту черную колоду карт И поменяю на красную И в этот момент зритель все равно не верит То, что поменялась вся колода И все, что нам нужно сделать Это показать карты вот так При этом видите Нам нужно скрывать черную одну карту И я это делаю вот так Я просто выдвигаю большим пальцем блок Вот такой И дальше листаю карты Вот так То есть все четко видно После этого я иногда делю на пополам И показываю с двух сторон Это психологически чисто показывает То, что мы ничего не скрываем И закрываем обратно вот так Все Что мы делаем далее? Смотрите, у нас теперь вот такая ситуация И нам нужно этих двух королей убрать под низ колоды Как мы это делаем? Смотрите Мне нужно вот так вот пролистать колоду И найти первого бубнового короля Соответственно, как только я его увижу Я смогу отделить этих двух королей То есть я вот так листаю Вижу короля Ставлю мизинец После этого перевожу все это дело на большой палец Вот так И теперь все, что мне нужно сделать Это взять половинку С нижней вот этой большой стопки Положить наверх И оставшуюся половинку Положить наверх Таким образом мы переведем двух королей Вниз колоды Еще раз Вот они у нас на брейке Это называется дабл андеркат Взяли половинку И вторую Все, мы перевели их вот так Что мы делаем далее? Далее мы даем зрителю выбрать любую карту То есть он выбирает абсолютно любую Кроме двух нижних карт Но, соответственно, он их и не выберет Потому что мы просто широко вот так раскроем Что у него был действительно большой выбор Я обычно вот этот угол закрываю пальцем То есть для зрителя Чисто вот внешне карты заканчиваются вот здесь Соответственно, он выбирает любую карту Допустим, вот эту Вот здесь происходит очень такой невезучий момент И нам попадается карта Которая очень похожа на ту карту Которую мы будем навязывать в конце И здесь от этого никто не застрахован Если только вы не просите зрителя показать вам карту То есть, понимаете, здесь такой момент То, что они похожи И эффект будет гораздо слабее Будет гораздо круче, если нам попадется Какая-нибудь черная карта И в идеале вообще, чтобы это была цифра Но здесь чисто на ваше везение То есть мы просто даем зрителю выбрать карту И, ну, даже четверка Буби Будет гораздо лучше, чем Валет Буби Потому что она, как минимум, хорошо отличается От этой карты Да, она тоже красная, да, тоже бубновая Но отличается Потому что, как минимум, здесь очень мало нарисовано То есть, при выборе карты Вы должны понимать То, что от этого тоже зависит эффект вашего фокуса Потому что, когда есть контраст Вот давайте, для примера Какую-нибудь семерку пик Это прям идеальный вариант Посмотрите, насколько хорошо эти карты отличаются И насколько лучше этот фокус будет выглядеть Он выбрал эту карту И пока он ее держит Мы делаем под снятие swing cut Чтобы он положил карту вот сюда И, соответственно, накроем мы королями То есть, еще раз Вы можете сделать это вот таким вот образом Да, то есть, вот он держит там карту Смотрит ее И вы просто подснимаете Большой палец сюда Средний сюда Указательный подрезает половинку И сюда просим положить Чтобы накрыть королями Либо же Вы можете взять в нее карту Положить ее сверху Либо попросить его положить ее сверху И после этого попросить его подснять карту То есть, он подснимает вот так И накрывает Соответственно, накрывать он тоже будет королями После этого у нас получается вот такая вот история То, что в середине колоды у нас вот такая ситуация Здесь король буби красный Далее король буби черный И далее карта зрителя Вот, в принципе, и все И здесь подавайте как хотите Я обычно делаю так Я разворачиваю колоду и говорю то, что После такого разворота Время поворачивается назад Ровно на 2-3 минуты Когда твоя карта была еще черной И вот здесь такой момент Нам нужно разделить колоду Я обычно делаю это вот так И при этом Вам нужно будет делать двойной подъем На вот этой стопке с черной картой И вы можете подготовить его заранее То есть, вы выдвигаете сразу вот так Ставите мизинец Под две карты Подравниваете здесь И складываете вот так То есть, вот Все, вы готовы сделать двойной подъем И сделав этот двойной подъем Создается иллюзия Как будто карта зрителя Семерка пик стала черной А эта стопка может лежать на столе Либо у вас в руках Но лучше, конечно, положить на стол Тут зависит от того, где вы показываете После этого, смотрите Вот эта семерка зритель видит Он удивляется в этот момент Потому что он видит свою карту Она поменяла обратно якобы рубашку И мы откладываем ее в сторону Соответственно, сюда идет король Из-за двойного подъема То есть, вот семерка пик Якобы уходит Она нам больше не нужна То есть, зритель должен Обратить внимание на то Что мы убрали ее в сторону Но он больше не должен О ней думать вообще Как это сделать? Текстовое сопровождение То есть, вы показали семерку Говорите, вот Теперь твоя карта стала снова черной Ладно, давай попробуем еще раз То есть, мы уводим отсюда Снова к колоде То есть, мы убираем ее в сторону И возвращаемся к колоде То есть, вот пускай она пока будет вот здесь Смотрите, мы убрали ее в сторону Говорим, так Давай попробуем еще раз С другой картой Может чисто повезло И вот здесь у нас король Находится снизу В этой пачке И нам нужно эту пачку Положить под низ Вот так, все После этого Вот эта карта у нас Лежит на столе Либо, если вы можете это сделать Вы можете положить ее В карман зрителя Главное, чтобы в процессе Он не увидел лицо карты То есть, убрать В свой карман Или в карман зрителя В свой не советую Потому что, смотрите Когда она лежит на столе Ее четко видно И когда она лежит в кармане У зрителя Он ее не видит Но он уверен То, что Как бы нет доступа Что-то поменять Достать что-то другое И так далее Соответственно, если вы Закинете ему в карман Вообще будет пушка Сейчас у нас Вот здесь снизу Король Буби Нам нужно его навязать Навязать можно Огромным количеством способов Да, в идеале Это должен быть Классик Форс Типа, дотронься до любой карты Он дотрагивается И это Король Буби Но это прям Супер идеальный вариант Понимаете Поэтому, если вы Немного за это переживаете Сделайте просто Индийскую тасовку Индийское навязывание То есть, где бы Зритель стоп не искал Вы все равно Покажете ему Вот эту карту Как это работает Карта снизу Тремя пальцами Снова берем Слистываем карты Сверху И где бы Зритель стоп не искал Показываем Вот эту карту Допустим Стоп Показали Он ее запоминает И я всегда Показываю ее Вот так То есть, я показал И после этого Вот пальцем Я ее выдвигаю И даю зрителю Потому что Это очень важный момент Он должен понять То, что У нее Красная рубашка Потому что Когда мы показываем Вот так Она находится В большой пачке И ее рубашки Не видно Поэтому Я советую сделать Именно вот так Дать запомнить Проверить рубашку И после этого Вам нужно ее убрать Точно так же Если вы делали Свинькат То убираем Куда-нибудь Вот сюда Если же Вы просто Просили положить Сверху И давали Подснять Делаем точно так же Чтобы все было Симметрично И одинаково Соответственно После этого Мы снова делаем Точно так же И в этот раз Говорим то Что сейчас Мы отправимся Время назад Во времени назад На 5-6 минут То есть Удваиваем Примерно И соответственно Говорим то Что карты Должны снова Стать черной Начинаем листать И соответственно Ничего не находим Не нужно говорить Вот так Так подожди Походу нету ничего То есть Надо именно Хорошенько Пролистать карты Подробно И помимо этого Когда вы пролистали Один раз И ничего не обнаружили Не надо сразу Возвращаться К этой карте Сначала Скажите зрителю То что Так подожди Может карты Слиплись Или еще что-то Не могу найти То есть Чтобы он подумал Что что-то пошло Не по плану Потому что Это действительно Выглядит так То есть Вы листаете Второй раз Уже Можно сделать Широкую ленту На столе Можно я не знаю Веер сделать Но на веере Вы все карты Не покажете Как бы вы идеально Его не сделали Поэтому Советую все-таки Пролистать еще раз Ничего не нашли И в этот момент Если карта Находится в кармане У зрителя Вы просто говорите Так подожди У тебя же в кармане Что-то осталось Посмотрели что там То есть вы не говорите Оп и карта поменялась Она у тебя в кармане Вы говорите Так подожди А что у тебя там В кармане было Напомню Вот А если же она лежит На столе То вы говорите Так погоди У нас же одна карта На столе есть Черная Обращаем внимание На ее цвет И здесь Зритель просто У него мозг ломается Потому что Во первых Он вспоминает Об этой карте Что она у него в кармане Что она на столе Уже прошло достаточно времени Чтобы просто забыть об этом И он вспоминает И такой Блин Подожди А там же другая карта была Он смотрит И там именно эта карта Либо же Если она у него в кармане То же самое Он достает Смотрит И там Именно Вот эта карта Которую он выбрал Второй И здесь очень важный момент Что у него в кармане Что на столе Всегда дайте это сделать Зрителю Не показывайте ее Сами От этого пропадает эффект Это мелочи Но которые очень хорошо Работают психологически Надеюсь вам понравился Этот фокус Понравилось видео Понравилось обучение Ну и конечно же Не забудьте про лайк Комментарий Подписку Также итоги Предыдущего розыгрыша Комментарий победителя Вы видите сейчас на экране Поздравляю Ты выиграл колоду Байсикл Стандарт Ну и конечно же Напиши мне в личку Вконтакте И отправлю тебе Эту колоду Также не забывайте То что в начале Видео был розыгрыш Так что участвуйте Если вдруг вы не выиграли Ну и конечно же С вами как всегда Был Неро Янг Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok